Я бы хотел отметить, что у нашего общего знакомого юбилей. Ну, небольшой пока. Я бы хотел произнести приветственное слово. Сегодня ковидику исполнился годик. Он еще совсем маленький, я могу всех обрадовать. Правда, не хотелось бы, чтобы он прямо вот в этом зале задувал бы какую-нибудь свечку. И желательно, чтобы на их и тоже не задувал. Для этого есть другие здания. Сейчас, вы знаете, закрылась Бурятия, закрылась Сицилия. Везде кошмар, ад. Развлекает, надо сказать, наживательство на этом снова проснувшемся животном страхе, который снова овладевает Россией. И вот в регионах, кстати говоря, уже начали торговать подпольными ректальными свечами против коронавируса. И россияне без всяких раздумий под эти свечи подставляют свои канделябры и убеждены, что это вот очередная панацея. Да, действительно, это крайне тяжелое, весьма неприятного протекания болезни. Очень часто смертельное, но дело совсем не в ней. А в отсутствии здравоохранения и не только в России, а как выяснилось, везде ведь такая же задница и в Италии. В России все выглядит, может быть, чуть получше, потому что мы знаем, что российские регионы накрыла информационная мгла. Но, правда, и сквозь эту мглу видно все равно, благодаря телеграм-каналам, каналам, как выхаркивая легкий, скончался от ковида миф о великой державе, потому что претензия быть великой державой заканчивается там, где начинается региональная медицина. Это мы тоже видим. И обе головы орла, они торчат из очка выгребного сортира в полуразрушенной холодной больнице. Это не очень державное. По этому поводу вы заметили эту чудесную историю, как Владимирская область, я уже не помню, какой-то тоже начальник сказал, что вот он захворал, и чтобы не занимать койки, он в частной клинике в Москве будет лечиться. Нет, ну просто надо видеться в больнице. Не очень изячно. Ну и плюс там старушки, там никакого ковида не надо, его старушки по палате могли придушить подушками. И это было бы посильнее ковида сразу. Но я бы хотел сказать вообще-то пару слов в защиту коронавируса, учитывая, что у него сегодня юбилей. Вообще все честно, все правильно, потому что люди, которые платят футболистам в сто раз больше, чем вирусологов, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больниц. Все так, как оно должно быть. Те, кто забивают детские мозги сказками религиозными, другими паранормальными шоу, а не анатомией, физиологией, медициной, естественными науками, которые автоматически позволяют принимать правильные решения, когда их знаешь, тоже должны валяться на полах в моргах, ожидая вскрытия. Все по-честному. Те, кто говорят о каких-то чувствах верующих, то есть косвенно пропагандируют невежество и средневековые дикости, тот и не может победить даже такую фигню, как коронавирус. Потому что я могу сказать честно, что это, в общем, вирус довольно мирный, перепуганный тем, что он натворил. Мы знаем эту семью коронавирусов. Да, отъявленные мерзавцы, но про них все известно, как с ними справляться, более-менее понятные. Тем не менее, даже, в общем, эта маленькая тварь растерзала за год экономику почти всех стран, разрушила весь миропорядок. Но из всего, из всего, что нам может предложить планета на сегодняшний день, коронавирус – это самая нежная, да? И то, да, уверяю тебя, потому что я внимательно посмотрел... Да. И, а, он не бубон, понимаешь, вот на запасном пути стоят эти инфекционные, заразные бронепоезда, гораздо более весомые и страшные, чем нежный коронавирус. Вот действительно, если бы это был не коронавирус, а разновидность бубонной чумы, потому что кажется фантастикой, а вот нифига. Вот год и три дня тому назад... Но бубоны видны, хотя бы заметно, что человек заразен. Слишком быстро заразен и слишком быстро наступает конец. Вот год и три дня назад, если бы мы с тобой напророчествовали, что мы будем сидеть в масках, протираться спиртом, что будут помирать и будут забиты трупами морги региональных больниц, это было бы все воспринято как фантастика. Возможно, и бубонная чума тоже воспринимается как фантастика, но вот та чума, которая лечится тетрациклином, она уже вполне могла мутировать, потому что ту тоже чуму никто не ждал, она ведь тоже не из космоса прилетела, она мутировала из довольно невинной формы псевдотуберкулеза где-то, ну, вероятно, там 7-8 тысяч лет тому назад и выкосила миллионы. А лепра в 11 веке, это совсем не та лепра, которая была при Гиппократе. Гиппократ описывал болезнь, которая, да, неприятная, но в принципе лечибельная и не такая тяжелая, хотя понятно, что лепра отмутировалась от нее. И холера может вспомнить, как ей нахамили в 19 веке в Европе и во всеоружии. Слушайте, ну так в 20-м она приходила к нам не однократно. Да, она приходила, но она приходила, ну, скажем так, не в той форме и не так тотально. То есть понятно, что все эти пандемии, все эти заразы приходят, не спрашивая у нас разрешения, а условия распространения сейчас гораздо благоприятнее, чем были в Средневековье, потому что там гораздо сильнее были естественные иммунитеты, гораздо больше было на людях защитной грязи, гораздо больше было... Слушайте, люди не летали в самолетах, собравшись по 150 человек? Совершенно верно. И вот когда говорят про коронавирус, я вспоминаю моего старого покойного друга Льва Рохлина. И вспоминаю, как мы с ним сидели в здании городской больницы в Грозном во время штурма. Одна стена у нас была раскалена, мы об нее грелись, потому что с той стороны стены пылала больница, но никто не гасил, была возможность погреться об эту стену. Что-то взрывалось и сыпалась крыша. И Рохлин, у которого не было необходимости со мной лгать и кокитничать, он говорил, что ну вот да, это чеченцы, а если бы это были турки, нам был бы конец, говорил генерал Рохлин, который, поверьте, был хорошо осведомлен о боеспособности различных армий мира. И вот эта история с возможностью того, что в любую минуту на пороге и в нашей жизни может оказаться гораздо более серьезная штука, теперь в это все должны верить, должны были бы научить одну вещь, что вот должен быть абсолютно, что спасти может только абсолютный приоритет естественных научных знаний, физиологии, анатомии, медицины, подфизиологии, микробиологии. Потому что вот откуда идет эта ковид-диссидентщина, этот пофигизм, он идет прежде всего вот от всяких бонь. Понятно, что они по серости не понимают того, с чем имеют дело. Но, вы знаете, я не оправдываю тех людей, которые страдают. У меня нет к народу, как вы знаете, никакой особой симпатии. Я имею в виду не только в России, вообще везде, да. Слушайте, в Европе водометами уже приходится диссидентов разгонять, которые протестуют. Да, 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 я про это и говорю. Но все-таки вот такой боли и такой муки эти люди за свое невежество, наверное, не заслужили. Хотя невежество тоже надо поправлять.